Приветствую вас! Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Валда, и мы продолжаем проходить Ведьмак 3 Дикая Охота, дополнение Кровь и Вино. Ну что же, двигаемся в поисках доспехов Школы Кота и попутно выполняем различные знаки опроса. Давайте, наверное, сделаем сейф на всякий пожарный. И погнали. Что-то нам доставили еще. Ага, больше стоек для брони стало там. Ну вот и чудно. Здесь у нас разбойники, кстати говоря. Разбойники это дело хорошее. Ой, как хорошо. Ой, прекрасно. Минус один. Сходу. Секундочку. Тебе, родной. Угу. Минус лучник нашим легче. Там еще один лучник остался. Гребаные лучники, терпеть вас не могу. Готово. Ну и теперь двое крепких здоровых пацанов. У одного из них уже кровотечение, кстати говоря. Угу. Остался последний. У меня, правда, сломался меч. Ну так не мечом единым. В принципе, да, родной? Критический урон. И прям... Горящий кусок. Пожарили себе мяса, короче, немножко. Офигительно. Да, бедолаги. Мне даже стало их немножко жаль. В принципе, правильно один из них сказал. Твою мать, это ведьмак, когда нас увидел. Потому что вот оно. К чему все привело в итоге. Так, ладно. Хоть жрачка с них падает, с некоторых. Уже хорошо, в принципе. Завутаться. Можно. Так, ну давайте покопаемся в их лагере. Посмотрим, что здесь ценного было. Отправлено письмо бандитов. Лорины. Туссенский арбалет, кстати говоря. Желтая краска для доспехов. Розовая краска. Серебряная баночка. Баклирская серебряная чаша. Белое вино из баклира. Нелевгарская лимонная. Доспехи. Примку. Дом у тех. Колокола Боклера. Братишка. Пишу коротко и поделаю. Милая Филиберта. Скворца видал в глубокой жопе. А лот может у меня на бую повертеться. У меня тут свои дела. Благодаря этой летущей серебряной курице жить могу, как Паша Зариканский. Ребята тоже довольны. Потому как добивать раненых купцов это чистая работа. Сильно не устанешь, кровью особо не замажешься. А какие товары можешь захапать. Вчера, например, приезжал караван полный бочек с серомом и вяленой ветчиной. Ну и пир был. Потом говорю тебе, братец, бросай эту работу. Вот в бордере присняйся к моей веселой компании. Матушка, наверное, каждую ночь плачет, что ее младший сын вышибал отродиться в доме терпимости. А так все и легче на сердце сделается, если узнаешь, что будешь ты под моей опекой. Твой старший брат Варфоломей Мартын Чеховский. Вот уроды, конечно, да? Что творят? Что себе сволочи позволяют? Так, ладушки, там еще пара сундучков. С награбленным. А это мы пойдем возьмем. Ну, отлично, дофига еды. Реально с едой в этом дополнении проблем никаких нет вообще абсолютно. Так, вот это как мне, пожалуйста, достать, скажите, наверное, внутри все-таки отсюда? Как-то постараться. Блин, нет. И не отсюда. Ну, чтоб тебя. Ай, ладно, короче, не страшно. Так, вот меч у меня сломан, да? Это, конечно, не есть хорошо. Давайте быстренько отремонтируем, наверное. Так, с ремонта набора ученика-оружейника. Ну, в принципе, почему бы нет? 15% прочности восстанавливали. То есть парочку таких наборов... Я думаю, даже 3 можно использовать. Так, а что у нас с серебряным мечом? Ну, тоже один набор или даже 2. Посмотрим. 83. Даже 2. Готово. Ну, это чудненько в таком случае. Далее. Ставим сразу же метку на следующий знак опроса. И, в общем-то, погнали. Может было, конечно, вернуться к доске певрения, но я не вижу в этом смысла. Давайте лучше вот сюда пойдем, сходим. Всего лишь три сотни шагов. Где-нибудь поближе там сейчас сделаем сейв. Обязательно. В общем-то, не доходя до знака. От греха подальше. Потому что, сами понимаете, как оно бывает. Веришься в какие-нибудь неприятности, и в итоге умрешь. А мне бы этого крайне не хотелось. Так что, ну его нафиг. Ну, в принципе, думаю, где-нибудь тут можно, наверное, сохраняться. 80 шагов до цели. Вполне нормально. Давайте сразу так и поступим. Сохранение. Ну, и теперь во всеоружии. Мы готовы. Мы пошли. Что же у нас тут будет, интересно? О, пантера. Секунду, родная. Я клан не поставил. И попала. Зато попал я. Все. Готово, пантера. Ну, хоть сырое мясо дает, то хорошо. Ну что же, еще одно сокровище под охраной. Здорово. Давайте посмотрим. Три рыбки. Доспехи боковского капитана гвардии. Разбавитель краски, шпагат, волокно, сухофрукты, огурцы, раствор ртути, толченый жемчуг и прочее ежи с ним. Далее. Так, не совсем пока отстреливаю. Ага, вижу. Приказы для Кальвина, кроны и сырое мясо. Человеченка. Ммм, супер. Кальвин, ты знаешь, что ты мне нравишься, потому что, в отличие от остальных, у тебя башка на плечах есть. Но вся эта история с пантерой. Мужик, ты серьезно? Вы выходил в гребанную пантеру? Несколько наших вернулись в лагерь, а жопы так обгрызены, что с Сатем теперь приходится стоя на прямых ногах. А от одной мысли о возвращении в госпиталь, они так трясутся за страху, что у них швы расходятся. Так она продолжаться не может. Слышал я, что у тебя там кукушку снесло. Что ты даже ей имя дал. Пантера Хоббс. Ты окончательно рехнулся? Теперь святошься, а то повторяйте на моем обычае. У парня, что принес тебе это письмо, с собой толстый кошель. Там большая часть добычи с последнего дела. Кошелек для тебя, а ты берешь этого кота-переростка, водишь куда-нибудь на бездюди и перерезаешь ему горло. Совсем просто, да? За эти деньги, что от меня получишь, купишь себе двух шестокровных борзых и забудем это дело. Смотри не на портач. Подпись Страган. Нормально. Однако, пантера, кажется, проголодалась и в итоге сожрала своего хозяина. Кстати, помедитировать надо немножко, потому что у нас зелье окончились, я еще просто зелье хотел это сделать, но забыл. Так, теперь ставим карту мира, смотрим следующие знаки опроса. Их уже осталось тут не так много, в принципе, всего лишь три. И они, в принципе, довольно близко друг к другу, поэтому нормально. Странно, как у меня был ласточек 7 в прошлый раз, кстати, обратил внимание. Любопытно, если всего максимум можно таскать с собой шесть. Какой-нибудь бак игры очередной? Ну, или я даже не знаю. Ну, там у нас очевидно будет покинуто зелье, потому что там на карте, собственно, было отмечено какой-то домик, где знак опроса. Поэтому традиционно подходим и сохраняемся, потому что я не готов заново выполнять те же самые квесты из-за своей глупости после того, как я погибаю. Ну и вон нафиг, как вы понимаете. Так что, в принципе, в принципе, вот здесь можно сохраниться. Как раз там, где, собственно, у нас получается чертеж школы кота надо найти. Ну, хорошо. Тем более тогда убьем двух зайцев сразу. И знак опроса заценим, и как раз-таки по квесту, куда нужно, мы пришли. Квест, правда, стоит другой у меня сейчас, но да и не важно. Так, вопрос только где-то войти в это имение. С какой стороны лучше? Боюсь, что надо было налево идти. Но я пошел направо. Хотя, может быть, и здесь будет вход. Нет, тут заперто. К сожалению. Ну, а вот здесь, я надеюсь, будет открыто. Стоп, что там было? Прочитать. Берегись, белый ужас. Опасная зона, не входить. Любые потери жизни и имущества будут размещены графом Борисом Ди Сальваресом. Понятно. Так, ладушки, давайте, наверное, тогда все-таки поставим задание, получается. Охота за сокровищами, школы кота. Погнали. Надо как-то попасть внутрь. Угу. Я тебя понял. Там, кстати, клетка нарисована, значит, что человек в беде находится. Как-то попасть внутрь, говорить надо, блин. То есть, оттуда не получилось. Ладно, может быть, где-нибудь тут запрыгнем сможем. Но вот эти вот леса строительные, да, кажется, вполне. Блин, и бежал, в итоге, получается, полностью по кругу. Притом, почем зря бежал. Ладно. Там у нас, судя по всему, бандиты. Ну, кажется, да. Но с бандитами у нас, как известно, разговор короткий. Только мещом, пожалуйста, а не кулаками, придурочные. Тихо. Спокойно, спокойно, ребята. Возьмете, возьмете, конечно. Отходим. Ждем, пока восстановится. Квен. И поехали. Уже минус два. Вот, уже минус четыре. По-моему, очень даже неплохо. Он все-таки попал разочек. Ладно, мы отхилиемся. О, тут даже сдох от щита. Нет, он не сдох, он просто упал. Надо добить тогда его. Хорошо. Ты где труп? По-моему, наоборот, по-моему, ты труп. Ну, и как всегда, последний лучник. Ой, жестоко, конечно. Ой, жестоко как. Ох, мои нервы. Невозможно. Ох, радость святого лебеды. Спокойно. Все кончилось. Благодарю вас, сударь. И прошу простить за секундную слабость. Не желаете какого-нибудь снаряжения? Ты серьезно? Какое-нибудь снаряжение. Денег давай из освобождения твоего. Ну ладно, что тут делаешь вообще, собственно? Вилла с виду заброшенная. Ты ее владелец? Скорее, временно смотреть. По распоряжению министра казны я должен опекать собственность пропавшего графа Деланэ. Только во дворце никто меня не предупредил, что вилла — логово разбойников. Впрочем, благодаря вам таковым уже не является. Ладно. Я ищу ведьмачьи чертежи тут случайно не видел. Я ищу кое-какие рукописи. Свитки с чертежами ведьмачьего снаряжения. Может, есть у тебя что-то подобное? Я пока не успел провести инвентаризацию всякой мелочи. Я только приехал, а тут эти ужасные разбойники. Ладно. Если хотите, сами поищите. Конечно, хочу. У тебя нет ничего на продажу? Давай посмотрим. Всякий хлам. Понятно, не интересует. Бывай, родной. Спасибо, бывай. Я, может быть, конечно, впалил бы тебе мещину, но да, я думаю, что любой кузнец в городе возьмет по гораздо более привлекательному курсу, поэтому ну нафиг. Так, ну давайте залутаем теперь еще труп разбойников, которые уже испарились, но оставили после себя любезные мешочки со всеми своими пожитками. Также скушать надо бы сырого мяса, дабы немного отхириться. Вот этот лукарь. Приказы для Рубина. Рубин, какой у тебя шелкопер со двора ее оселительства вы не выхиваете, что-то на вели ведетте. Мне, наверное, не надо объяснять, почему мне это не нравится и насколько. Вам надо его найти и убить. По месте сжечь всем, кто там был, с ним сидел, веревку на шею. Никакого насилия, никакого сажания на кол, никаких церемоний. Возвращайтесь быстро в руинах артах, а то у меня для вас еще есть работа. подпись Астрагин. Уже не первый раз этого Астрагина мы считаем. Кто же такой-то страшный человек. Смотрите, как у него башка рассечена мечом прям. Офигеть. Жестоко, конечно. Так, вот еще один мешочек. Ну, а теперь давайте искать. Давайте смотреть. Сейчас всякие шкуры наберем, потом ему же впарим. Так. Что у нас здесь? Кусочек никеля. Мясная перцовка. Ну, в целом нормально, наверное. Ох, там сколько-то. Довольно много там. Целая стая каких-то животных, видимо. Может волков. А может еще кого. Ну, Геральт, давай не тормози, пожалуйста. Так, тут у нас дофига вина. Надо будет реально впарить вино на с вами, потому что его уже слишком много у нас с собой. Прямо чересчур. Мы столько не выпьем при всем желании. Так, и здесь, короче, пока что я ничего такого не вижу. Но это, в принципе, было бы очевидно, что слишком просто, если бы оно лежало где-нибудь на видном месте. Поэтому надо искать дальше. Штанишки возьмем. Ну, дом закрыт. Это мы еще проверяли с той стороны. Шишки хмеля. Прекрасно. О, ремонтный набор под мастерья броника. Это, в принципе, тема полезная. У нас, конечно, их пока хватает. И не так часто мы им пользуемся, как, допустим, оружейника. Но, в целом, приятная вещь. Почему бы не взять? Так, родной, ну что-то как-то я не вижу пока, нифига. Чертежа, к сожалению. Меня это несколько печалит. Может, разве что выше подняться, попробовать посмотреть. Как вариант. Да, смотри, сюда можно войти. Нет? Нет, заперто. Хорошо. Что у нас здесь? Боюсь, что ничего. Обыскать поместье. Блин, ладно. Паутинник. Я уж, блин, думал, что то, что мы ищем, как раз здесь находится. Но не тут-то было. Ну, давайте шарить каждый угол, смотреть. Что и где мы можем упустить. Там у нас выход, когда-то будет на выходе. Здесь, вроде как, мы тоже шарились. Нет, все-таки, наверное, где-то внутри получается. Может быть, все-таки, какая-то дверь открыта будет. Или, может, как-то на крышу забраться. Даже не знаю. О, отлично. Вот оно, значит, как. О, жареная свинина. В кои-то веки будем питаться не сырым мясом. И еще и буженинка. Слушай, ну, вообще прекрасно. А вот что-то красное, если это то любопытно. Письмо Бартоломею Делане и чертеж доспехи гроссмейстера Школа Кота. Прекрасно. Дорогой Бартоломею, я получил твое письмо. Я рада, что ты нашел решение своих проблем. Ведьмак, судя по описанию, действительно может быть опасен. Но ты же всегда повторял мне, что все они хладнокровные убийцы и выродки. Однако, я думаю, что ты, несмотря ни на что, должен согласиться на его предложение. Если эти чертежи действительно иллюстрируют новейшую технику изготовления доспехов, тебе удастся не только выполнить контракт, заключенный до спочтимой княгини, но вдобавок прославиться. А ведь именно это и было для тебя всегда так важно. Спасить охрану бандитов из дворца Голеона это хорошая мысль. Если уж рыцари не могут с ними исправиться, то ведьмак тоже почувствует к ним уважение. Рожденные в недобрый час всегда испытывают уважение друг к другу. И все-таки береги себя во время этой встречи. Бандитам-мутантам никогда нельзя доверять. Всегда твоя Беринда Деланне. Очередная история жизни, принесенной в жертву жадности и амбиции. Вот-вот. Жертва, жадности и амбиции. Лучок. Да, еды прям в этом дополнении просто куча. Можно прям есть и не заморачиваться. Заперто. Ну что, по-тебе. Ну-ка, наверху. Посмотрим, что у нас наверху. Так. Ну, какая-то бочка подсвечена. Отлично. Еще немножко еды. Теперь проверим в другую сторону. Ну, здесь у нас всякие различные компоненты. Ладно. Спускаемся. Ну что же, в принципе, с этим местом покончено. Можно отсюда варить, я думаю, что... Так. Давайте, пожалуй, сделаем сохранение на всякий пожарный. И посмотрим, что у нас там по знакам опроса. Будет ли по дороге что-нибудь. А, ну, как раз-таки на знак опроса и идем. Ну, трапчи чудесно. Тогда просто прекрасно. Не так ли? Посмотрим, что у нас в том дворце. Во дворце Галеон. Благо, находится он довольно близко от предыдущего места поисков. Ух ты, мах ты. Лагерь бандитов. Секунду, ребят. Понятно. Вот сука, действительно, да? По-другому и не скажешь, Геральф. Так, хорошо, этот готов. Теперь ты родной. Отъехал. Он рыцарь, странствует, а даже не обращает внимания. А, это не рыцарь, это тоже разбойник. Он тоже помещен красцем. Хорошо. Ну, ладно. Заберем лук, потом, может быть, и догоним того, который там на коне ездил. Хочешь, мне подсказывают, что вряд ли. А, блин, забыла, кстати, впарить всякий хлам этому купцу, который там был. Ну, да ладно. Деньги разбойника, чертежи с пакетом, сенсового рыцаря, хитиновая панцира, крепленная кожа, дымные осколки, степка дремита, орехалка и руда, 158 крон, флорены, штанишки и прочее, прочее, прочее. Неплохо. Довольно много всего. Странно это Ганза. Вроде как у всех морды страшенные, мужики в боях закаленные, каждый второй это какой-то дневник ведется и письма пишет, откуда они все такие чтучие и писучие. Эту букву в башку вбил мой сюзерин, покуда я его дочку не сбаламотил, и он меня не прогнал. Это примерно того Сильвана черные зубы, и где его искусствописание научили, если он всю жизнь цирком ездил и из клеток диких зверей говно убирал. Последний раз сидел я в секрете с тремя такими, и все они вместо того, чтобы вина какого выпить или в огонь попердеть, порадоваться чуть что, носом в тетрадку еще записываешь, чтобы не быть хуже других, литераторов, ночной дневник писать. Любопытно. В костер попердеть, порадоваться. Вот развлечение у местных бандитов. Ладно. Тот, так понимаю, уже уехал. Да, к сожалению, уже ускакал. Повезло ему, живых остался. Так, ну я, пожалуй, предпочтусь сделать. Еще на сохранение, на всякий случай. Да нет, не продолжить, а сохранить. Перезаписать. Да, окей, отлично, хорошо. Продолжаем. Разговор. Можно, пожалуйста, к вам? Убирующая ганзу. Управитесь к убирующей шайке разбойника, в которой в этих краях называют ганзами. Соблюдайте особую осторожность, приготовьтесь к тяжелому бою. Разбойники хорошо организованы, и в случае атаки ему помогут давать на помощь других лагерей. Чтобы помешать этому, убейте разбойника, бегущего с факелом, к сигнальному костру. Ваша основная задача убить предводителя ганзы. Нифига себе, слушайте, ребята, давайте тогда сделаем эту следующую серию, потому что я чувствую, что это просто будет довольно долго по времени. А серия у нас подходит к концу. Но в целом очень любопытно, я бы с удовольствием. Давайте пора поглядим, что у нас тут, например, находится. На вот том знаке вопроса. Ну, а к этой ганзе мы еще придем. Ну, ладно, неправда, уже загорелись, но ничего страшного. Я просто мимо приходил, ребят, я вас не трогаю. Ох, урода, чертовы. Качма под серебряные саламандры. Ох, разбойник тоже. Не, что-то, короче, только слишком много, походу, дела. Ой-ой-ой. Ладно, мы, конечно, тоже не пальцем деланные. Что-нибудь придумать сможем. Ау. Ну, первый пошел, например. Ой, их она. Сейчас завалят. Давай, пацаны, нападай. Да, какие-то там чудо тебя, братан. Ну-ну. Ну-ну. Убили таки. Эх. Эх, эх, эх. Ладно, сохранение у нас было неподалеку. Ладно, друзья, давайте, наверное, все-таки тут закончим, потому что я думаю, что просто лагерь Ганза это уже, наверное, на следующую серию будет интереснее оставить. Мне кажется, это реально будет очень круто и просто по времени, наверное, нам немножко не пойдет на эту серию. Она получится длиннее. Поэтому давайте лучше сделаем немножко покороче, а в следующей серии начнем именно именно с этого лагеря. Надеюсь, что вам понравилось. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение. Не забывайте ставить большие пальчики вверх и, конечно же, пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. А для вас играла Комментировал Валда. Это была игра Ведьмак 3, Дикая Охота. Дополнение Кровь и Вино на Эпик Тайп. До новых встреч. Пока-пока.